Салют, дружочек! И сегодня мы поговорим с вами о треке «Hate Me» или «Golding» или лучше «Golding» и «Juice World», который вышел Относительно недавно, по-моему, в июне этого года Мы сделаем вот как У меня здесь стоит ноутбук, я буду включать клип, который вышел Тоже, кстати, очень совсем недавно, что ли, с неделю назад или даже, может, чуть меньше И по кусочкам мы будем немножко с вами разбираться, о чем, что хотел сказать там автор или авторша Вот-вот, в принципе, так Потому что это так круто знать английский Вот, так что давайте, ребята, с вами приступим У меня текст с собой «Genius» Так что приступим В общем, если вкратце так подумать От любви до ненависти, сами вы знаете, всего один шаг Бывает, вот, ты встречаешься с человеком, бывает, бывает, ты расстаешься И сразу возникает лютая неприязнь такая Вроде бы, казалось бы, с первого взгляда И Элли нам и говорит, типа, ты ненавидишь меня Говори, как ты сильно меня ненавидишь Преследуй меня Да, преследуешь меня Пытаешься заменить меня Я тебе желаю вообще никогда меня больше не встречать Ври мне, ври, как ты сильно меня ненавидишь В общем, да У тебя возникает к человеку вроде как бы отторжение Неприязнь Потому что все, ты с ним расстался, у вас все кончено Но в то же время, ну, по-настоящему ты все еще его любишь Вроде, кажется, ты его ненавидишь Все, вы расстались Ты его хочешь, там, унизить, оскорбить Там, уколоть, чтобы все забыть Это к чертям И типа ненавидишь На самом деле, ты все еще продолжаешь Ну, с привычки С привычки его любить, обожать Быть им одержимым А об этом, как мне кажется, она и говорит Вот, так что давайте поедем дальше Тоже, в принципе, к чему я все и говорил Это у нас, получается, первый парт Первый парт ее Ну, у нее один парт Так Она говорит Держу пари, ты не целуешь ее с закрытыми глазами И при этом ты ходишь по тонкому лезвию Вот так вот По нити, по тонкому льду Ну, в общем, понятно При этом ты очень сильно скучаешь И тебе не надо говорить об этом Вот Нос чешется, ребят Очень сильно нос чешется В общем Ну, ты не целуешь ее с закрытыми глазами Ну, понятно Потому что ты Покуда только расстался Ты пытаешься ее заменить Но Когда ты Там Все эти дела Физически делаешь Ты можешь представлять На месте этого человека Бывшего Бывшую Бывшего Бывшую И поэтому ты ходишь по тонкому льду Потому что Казусы Казусы, как известно Бывают, случаются Не то Ими назовешь У-у-у-у-у-у-у Это все Это пиздец Но при этом Ты очень сильно скучаешь Ну, это Естественный процесс Ты к человеку Привык Ты человеком одержим Ты его по-настоящему любил Тут вы расстались А у тебя организм уже к этому Психологически Ты привязан к нему И, конечно Понятное дело Ты скучаешь Но тебе об этом говорить не надо В принципе, зачем? Зачем? Все уже закончено. Поехали дальше. Вот, как раз то, о чем я говорил в первой строчке распевочки. У нас идет эта тонкая грань между любовью и ненавистью. Вот, о чем я и говорил. Она реально тонка. Типа, вот, пример, вы расстались, ты все еще привязан к человеку физически и психологически, или психически, не знаю, поправьте меня там, кто знает. Но, так как вы расстались, у тебя уже выхода нет, ну все, все закончилось, и тебе из-за этого как обидно, наверное, и ты ненавидишь человека. Ну не то, что ненавидишь, у тебя такое отторжение от него. Ты пытаешься его уколоть, как я говорил, там, оскорбить, чтобы вот все это забылось и ушло раз и навсегда. И дальше она говорит, типа, нужно, сейчас свет уроню, нужно на самом деле выбирать. Не нужно играться на чувствах, потому что бывает, ты можешь быть одержим человеком, но показывать свою любовь, грубо говоря, совершенно нестандартными методами. Там можно, там, ладно, за косички еще дергать, там, и похуже бываешь, а не делаешь, чтобы показать, типа, о, обрати на меня внимание. И нужно, в принципе, выбирать, типа, или, или да, или нет, все, или, или, или ты меня все-таки любишь, сволочь, или ты меня, тварь, такая, не любишь, и иди, иди нахер. Вот. И поэтому она говорит, самое время определить свою судьбу, или да, или нет. Выбор, выбор есть, а грань, как говорится, тонкая, на, 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 на тоненьком, то есть, идешь вот так вот, по, по, по жизни. Давайте дальше идем. Сейчас будет еще раз, по-моему, припев, потом парт Джус Ворлда идет. А, кстати, я хотел сразу сказать, что трек мне, на самом деле, очень понравился. Он, ну, я его слушал до этого, и сам с ним немножко разбирался, мне он понравился. Он, он красивый. Парт у нее задорный. Можете даже лайком поддержать, если вам трек тоже понравился. Хороший трек. У Джус Ворлда парт, ну, погрустнее, конечно, немножко. Так, более удручающий. Ну, у него и всегда во всех текстах прослеживается такая боль, он всегда из себя выпускает все, все, что у него на душе. Он продолжает развивать эту тему Эли Галдинг, но он немножко про себя говорит, что, ну, не прям про себя, но вот, говорит о том, что вот тоже ты ненавидишь меня, говори, как сильно меня ненавидишь. Ну, он, типа, говорит, что он очень одинок, говорит, что, типа, он мусор, вообще никто, его заменить легко. Иго продолжает свою извечно любимую тему, то, что он упаривается, укуривается и так далее. Это, конечно, не очень хороший посыл, но это его жизнь, он это делает, он это открыто признает. То, что он это делает впустую, тратит свою жизнь, тратит свое время, укуривается, потому что нету рядом человека, который смог бы понять его боль. Ну, творческий человек, у него всегда что-то на душе болит, и никто не может этого понять. Также такая, ну, метафорка очень такая понятная, то, что у него нет зонта, который мог бы уберечь его от дождя. В общем, нет человека, который мог бы его морально и физически в трудную минуту, да и вообще по жизни поддерживать. У него этого нет. И он говорит то, что ты играешься в эти игры, ну, то есть вот этот, про этот выбор я говорил, типа, вот, укалывает его, вроде, типа, делает вид, что ненавидит, на самом деле любит. А вот это ему как бы не нравится, он не дает играть в эти игры своей партнершей, грубо говоря. Он не дает играть в эти игры, и поэтому она его ненавидит. Вот так вот, 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 вот так вот получается. Вот так. Так. Да, и, да-да-да, забыл самое последнее. Почему он не дает играть ей в эти игры разуму? Потому что это его утомляет. Это нос чешется. Очень сильно. Потому что его это очень сильно утомляет. Он и так, блин, человек творческий у нас, у него и так укуривается, куда ему еще утомляться. Так что не надо это делать, это все плохо. Поехали дальше. Так, получается, тоже к припевчику хорошо подходит. Встреть меня, сломай меня, да. И легко замени. Ну, вот он, то есть, говорит то, что он как мусор, его заменить, в принципе, просто. Типа, как можешь со мной делать все, что хочешь. Тебе это подвластно, грубо говоря. И он говорит, надеюсь, ты это видишь. Надеюсь, ну, типа, как выжди слишком четко, четко все это видишь, четко понимаешь. Последние две строчки он говорит о том, что благодаря музыке он отторгается от этих всех вот проблем, от этих насущных. Он ограживает себя от ненависти вот этой человеческой, от игр вот этих вот проклятых. Оно ему не надо. Вот все, я вот пою, а вот это пошло, пожалуй, в жопу. Я человек творческий. Вот ваша вот эта вся мирская херня, мне она нахер не сдалась. И идите в жопу, сволочи. Да? Вот. И потом у нас все, в общем-то, повторяется. Идет припев, распевочка и еще раз припев. Давайте уж тогда дослушаем мы с вами. Потому что трек хороший. Надеюсь, меня за это YouTube не забанит. Так что приятного вам просмотра и мне тоже. Продолжение следует... Трек, как я уже говорил, очень хороший. Мне он понравился. И я ему... Ну, я его добавил себе в плейлист, естественно. Я его переслушиваю. Я ему могу, в принципе, поставить даже 5 звезд из 5. Потому что, ну... Жиза-жизой вообще... Жизненно я ебан. И, в принципе, звучит очень бодренько и задорненько. Это парт у Джуса грустный. Ну, такой более удрученный. А у Элли он более такой, в противовес, более задорный. Но все равно он с такой, с легкой грустинкой. И это неплохо. Хорошо, хорошо контрастируют они между собой. Спасибо, спасибо за просмотр. Спасибо. Это шедевр. Шедевр своего времени небольшой. Локальный. Локального типа. Ну, вот. Жиза. Очень Жиза. Извечная тема любви и ненависти. Это... Это одна из основ, основ, литературных основ. Она была всегда. Вот как у человека сознания, наверное, появилось. Как он понял, что такое любовь и ненависть. Вот, наверное, тогда и появилось это. И, в принципе, тема стара, как сам мир, как само человечество. Но оно все равно всегда актуально. Потому что это жизненно. Любой человек проходит через любовь, через ненависть, через привязанность, через отражение, следовательно. Ну, и без этого никак. Ты до сих пор любишь и привязан к человеку. А в то же время ты... Все. Уже у вас все закончено. Ты его вроде должен, типа, ненавидеть. Грубо говоря. Или наоборот. Вот. Так что тема, тема интересная. Тема хороша. Тема легка. И реализована она довольно-таки неплохо. Очень музыкально. Хороший R&B. Это не трэп. Это хороший R&B. Качает довольно-таки неплохо. Так что мы попробовали с вами разобраться, что они нам говорили. И, как мне кажется, у нас с вами получилось. И мы можем друг другу похлопать. И вам спасибо. И мне спасибо. Ставьте ваши драгоценные пальцы вверх, если вам это видео понравилось. Я надеюсь, вам оно очень понравилось. Потому что я хочу продолжать. Мне это интересно. Я надеюсь, что это интересно вам. Делитесь этим видео со своими друзьями. Пишите комментарии. Делитесь своими точками зрения. Там же в комментариях. Потому что мне интересно, что вы думаете по этому поводу насчет этого трека. И, как говорится, как мы уже все время говорим. Это наша фишечка. Слушайте хорошую музыку, друзья. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok